По данным официального ресурса ГосЖКХ, на этот год в Чите в аварийном состоянии числятся 103 дома. Вот только среди перечисленных почему-то нет множества домов, где уже десятки раз бывали наши съемочные группы. Нет дома по дивизионной, жители которого объявляли голодовку. Нет дома с адресом ЛАЗО24Б. Нет и тех, кто проживает в Кадале по адресу Реалбаза110. Кстати, этот дом вы не найдете и по поиску на сайте капремонта. А вот на сайте МинЖКХ он есть и имеет статус исправного. Ну, какое состояние дома? Во-первых, второй этаж весь, там крыша, начиная с крыши, на крыше нету трубы. Ой, трубы развалились кирпичные. Сделать их никто не сможет, так как туда не подлезешь, туда нужно крышу сносить полностью и делать. Люди, получается, с первого этажа, вот первая вот эта квартира, она не топится, потому что трубы там нету, затопить они не могут. Вот они на обогревателе, у них трое детей, они на обогревателе живут. Все это за крыша бежит на крыше, там у нас ведра, тазы стоят. Это все капает сгнившая, подъездная стена получается сгнившая. Следующий подъезд, там уже обрушиваться, так как там постоянно текет крыша, вот эта, лестница, и она протекает, и она уже сгнивает. Ну, сгнила, провалиться в любое время может обрушиться. Жители дома обращались во множество инстанций. По традиции получали отписки. Как, например, жительница одной из квартир, Лилия Подбегалова. Она написала обращение губернатору, в ответ получила стандартные фразы, что обследование дома может и состоиться, но при выделении достаточного финансирования. Ответ настолько отписочный, что его составитель даже не удосужился проверить имя и отчество получателя. Лилия Ивановна живет на втором этаже. Она первая ощущает на себе осадки. Вот здесь заманка. Бежит, да, вот здесь вот бежит. Везде ведра стоят. Там тазы. Доски ложились. Крыша вообще решита везде. Другая обладательница квартиры в этом доме, Наталья, начала обращаться в инстанции еще в 2014 году. В 2015-м квартиру признали непригодной для проживания, а потом опять же предложили скинуться жильцам для проведения комиссии о признании дома аварийным. А с 17-го соседи стали обращаться в суд. Были отказы от суда. Мы обратились в прокуратуру. Прокуратура занялась нашим делом, нашим домом. Начали проверку. Признали бездействие администрации Черновского района, что они бездействовали по этому дому, что, оказывается, они должны были создать комиссию и признать дом непригодным, а просто пропустили почему-то наш дом. Вокруг 11 домов были признаны непригодным для проживания. Какие-то дома сейчас подлежат на расселение программы 2019-2025, какие-то дома на другую программу уже перебросили. Наш дом почему-то пропустили. Наш дом никуда не включили ни в одну программу, не признают его пригодным, непригодным для проживания. В марте текущего года состоялось заседание суда, который постановил. Возложить на администрацию городского округа город Чита обязанность в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести обследование специализированной организации строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу город Чита, улица Реалбаза, дом 110. Решение суда вступило в силу. Обозначенный срок в два месяца давно прошел, но ничего не происходит. Жители дома много раз обращались в комитет городского хозяйства, чтобы получить ответ на вопрос, когда же состоится обследование конструкций дома. Но с ними даже никто не разговаривал. Наконец назначили дату приема, куда заявители отправились вместе с нашей съемочной группой. В комитете городского хозяйства специалисты, увидев нашу съемочную группу, давать какие-либо комментарии отказались. Но сейчас идет разговор наших заявителей вот за этими дверями. Может быть, они получат какой-то ответ. Сказали, что они, видимо, согласовали ответ из администрации города Читы, что сейчас они в поиске строительной компании. Нужно три подрядчика им найти, три коммерческих предложения, чтобы назначить эту бригаду, которая будет рассматривать наш дом строительный. Для этого на сегодняшний день найдена только одна строительная компания. То есть им не хватает двух коммерческих предложений. Но они сказали, что мы можем как жильцы посодействовать, найти сами эту коммерческую. На вопрос, почему вы этой работой не занимаетесь, почему вы не ищете, потому что мы ищем, но нам никто не отвечает. На вопрос, опять же, почему нам столько времени отвечали, неадекватно. Сказали, что сотрудник недавно работает, не знает, как правильно отвечать, а сотрудник, который нашими делами занимается, она в отпуске до 23 сентября. То есть ее официально сейчас здесь нет. Почему так ответили, непонятно. В общем. Дальше, что нам еще сказали? Что все-таки мы можем сами сделать эту комиссию. И она будет признана? Да, будет. Если была аккредитованная компания, то есть если будет аккредитовано, юридически все правильно, и будут подписи от собственников, что никто, ну вот нас пять собственников, в доме и каждый собственник должен подписаться, что не против этой компании. Ну, сделать эту проверку, да, думаю. Вот после этого они признают нашу комиссию, да, что действительно дом аварийный. Ну и то под вопросом. Я говорю, есть практика, что люди делали такие комиссии, и они были не признаны, недействительны. В суде говорят, что будет недействительным, что именно вытолкнут. Ну, она отвечает, у нас с 22-го года, говорит, лежат дела. И до сих пор, говорит, мы рассматриваем, у нас эти иски лежат, предписания лежат, коммерческих предложений нет. И все это стоит, говорит, так что и не надейтесь, что это будет. И деньги еще могут не выделить. То есть мы, говорит, найдем строительную компанию, будет три коммерческих. Скажем, вот такая-то сумма, да, самая наименьшая. Администрация города Читы может ее не дать. То есть денег в бюджет не будет, и все, все зависнет и будет стоять на месте. Как обычно, спасение утопающих – дело их самих. Сами найдите организацию, которая проведет обследование дома, оплатите ее услуги, а дальше посмотрим. При этом оставаться в доме опаснее с каждой минутой. В 2000 году был у нас пожар на втором этаже. Над нами квартира горела. Приезжала пожарная и тушила, много воды вылила, и балка прогнила, получается, между первым и вторым этажом. Получилось, у нас над печкой повисло потолок, мы хотели отремонтировать. Обратились в строительную компанию, нам сказали, что сделать ремонт невозможно, потому что балка несущая. Если начнут, дом будет разрушаться полностью. Уже больше 10 лет жильцы этого дома пытаются добиться хоть каких-то изменений, но власти не слышат их и не видят. Этого дома нет ни в списках на признание аварийным или на расселение, ни даже на проведение электричества. Когда в соседних домах проводили свет, почему-то адреса «Реалбаза-110» не было. Свет вот у нас проводили, всем домам ближайшим проводили свет. Была компания бурятская, они нам объяснили, вас нет в списках. Почему у нас нет в списках? Мы ни с кого не добились. С энергосбыта тоже сказали, ничего не знаем, в энергосбыт я ездила. Счетчики им повесили, доводчики у них в подъездах. Свет горит. У нашего дома никакого нет. У нас все в аварийном состоянии, подсоединено напрямую. Все это горит. Обслуживать они нас не хотят, хоть мы и платим за свет. Все в лучших традициях разрушающихся домов. Здесь присутствуют даже балконы, на которые уже просто опасно выходить. Люди уже длительное время на них просто не выходят, потому что страшно. По соседству стоит дом, который был признан аварийным. Но вот расселят его только к 41-му году. Признали аварийным в 20-м году. Переселение, как бы мы не попали в эту программу. И сказали, в 41-м году только под снос этого дома. Это моему маленькому ребенку будет уже 18-19 лет. Нас тогда только переселят. Жить, конечно, невозможно. Помойка, вот сейчас будут дожди. Эта помойка вся потекет сюда, и все ко мне в подполе. Вот этот фундамент, он весь вообще разрушенный уже. Все под полом у нас. Вся помойка, вот эта вся вода стекает под пол. И получается, квартира-то цветет у меня. По наружной стене дома ползет огромная трещина, которую женщины, коих абсолютное большинство здесь, замазывают своими силами. Где глиной, где еще чем. Дом ведет, шифер с крыши весь слетел. Плесень как снаружи, так и внутри квартир. У взрослых и детей развиваются хронические заболевания от бронхита до астмы. Печи проседают, перекрытия сгнили. А людям до долгожданного переселения надо продержаться еще 17 лет. Трубы у нас на крыше, шифер весь летит. Трубы все развалились, сгорели, все кирпичи вываливаются. А я пенсионерка, у меня пенсия 15 тысяч. И где же я могу на эту пенсию кого-то нанять? Это же смешно просто. Вот выживаем, как можем. Разве люди, живущие в этих домах, требуют чего-то запредельного? Право каждого на жилье закреплено Конституцией. Никто не может быть произвольно его лишен. В ситуации жителей этих домов выходит, что их как раз бросают на произвол судьбы. Юлия Банщикова, Павел Карпов, Иван Корнев, ЗАП-ТВ.